Всем тыквенный привет! С вами Дрим и в сегодняшнем видосе мы с вами снова же поговорим на несколько тем, ребятки. Вас ожидает мега сочный ролик. Во-первых, мы с вами поговорим про халяву. Разработчики продолжают удивлять и, конечно же, делиться с нами халявными наградами. И в сегодняшнем видосе об этом поговорим. Также, ребятки, в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про убийцу шлема Инферно или изгоняющий духов. Короче, очень крутецкий шлем. Скоро нам завезут в игру. Да и, в принципе, еще поговорим про дополнительные утечки, связанные с золотыми костюмами. Улучшаемыми пушками. Короче, много интересного. Помимо этого, ребятки, в сегодняшнем ролике мы еще с вами, конечно же, купим новый Роял Пасс. Сорян, я вчера был на рыбалке, поэтому не получилось у меня заснять видосик. Ну и плюс к этому, ребятки, раз уж Роял Пасс, конечно же, как мы с вами без розыгрыша. Прямо сейчас, в этом ролике, раз уж у нас вышел новый РП, мы с вами запускаем розыгрыш трех Роял Пассов. Для участия нужно просто поставить лайк и нужно быть подписанным. Ну и, конечно же, комментарий. А обязательно оставь комментарий со своей идишкой, чтобы я мог тебе отправить твои уцешки на твой аккаунт. Не РП, ЮЦшки, а дальше ты уже делай с ними, что хочешь. И да, кстати, в конце ролика будут результаты прошлого розыгрыша РПшек. Так что обязательно смотрите до конца, если вы участвовали. Не забывайте, что у нас еще есть розыгрыш прокачки аккаунта. Результаты уже на этой неделе. Ну, на следующей неделе, да. Также у нас есть еще розыгрыш ежедневный в телеге, ребятки. Ссылочка в описании. Переходи, участвуй. Там много розыгрышей, много полезной, быстрой, оперативной информации. Часть информации, которую вы здесь увидите, уже давно есть в телеге. Поэтому обязательно перейди, подпишись. Там мы и обнову снова же скачали раньше всех, как мы уже делаем. Три года, ребятки. И играем. Никаких проблем с этим нет. Поэтому обязательно подпишись. Ну, вы сами знаете, YouTube тупит. Бывает, поэтому лучше в тележечку подпишись. Для страховочки будь там и навсегда доступным. Ну и да, еще в описании ты сможешь найти ссылочку на самый лучший магазин на планете. С самыми фартовыми ЮЦ-шками. Если тебе нужны ЮЦ-шки, быстро, выгодно, оперативно. И что самое главное, гарантированно, самые фартовые ЮЦ-шки от партнера Пабга. Тогда ссылочка в описании. Переходи, покупай, кайфуй. Ну, а мы переходим к этому ролику. Ну и раз уж говорили про розыгрыш, давайте быстренько поговорим про халяву. Как вы помните, я пару дней назад делал ролик про халяву с вот этим вот олд-костюмом. Но разработчики продолжают нас удивлять. И завезли вот такую вот халявушку. Максимально простая. Просто заходишь в игру и получаешь свои награды. Вообще ничего сложного. Вот, к примеру, у нас сегодня, как вы видите, костюмчик. Ребятки, многие говорили, что это костюм-командир. Но, к сожалению, это таким не является. Здесь у нас написано, в воскресенье, вот, крупный подарочный набор. Откройте, получите оттуда костюм и головной убор в верность долгу. То есть это не командир, к сожалению. Красный кристалл, ящик. Ну, в принципе, сейчас мы заберем и посмотрим, да. Что нужно делать? Просто заходить в игру. Все, больше ничего не нужно делать. Поэтому забираем. Нам дали кристаллик. Странно. А, это рандомно. Рандомно, короче, может что-то упасть оттуда. Но, если честно, у меня этот костюм есть. Поэтому кристаллик более выгодная награда, так как по мне. Плюс к этому здесь есть еще дополнительные награды. Вот ящички разные, которые можно именно снова залутать. Поэтому заходите, просто забирайте награды. Все, больше ничего не нужно. Ну, все максимально просто. Ну, а мы переходим к утечкам. И первое, о чем мы с вами поговорим, конечно же, ребятки, это новый шлем. Ультимейт качества. Золотой, да. Убийца шлема Энферна. Убийца изгоняющих духов. Почему он так называется? Да потому что это что-то новое. У нас такого вообще никогда не было. Будет он доступен у нас именно в рулетке с вот этим вот золотым костюмчиком. Если вдруг кто-то пропустил, ребятки, нас ожидает вот такой вот прекраснейший золотой костюм. Двойной, на секундочку. И на мужском, и на женском. Выглядит идеально. Прям очень годный костюмчик. К сожалению, это второй костюмчик. Я, конечно, жду его. Я буду его забирать. Потому что предполагаю, что с тыквой будет смотреться очень даже хорошо. Тем более с вот этой новой, которую должны добавить. Многие ее встречают в игре со светящимися глазами. Ботики одевают. Ну, в принципе, логично, да. Почему нет ботов одеть? Мой костюм. Это идеально. Короче, золотой костюмчик. Выглядит он, конечно, сочно. И изначально мы думали, что вместе с вот этим золотым костюмом, с Аугом, будет именно маска такая золотая. Что-то новое, да. Потому что здесь есть именно указано у нас, как можно заменять снова же головы между костюмами. Что, в принципе, давно добавили, да. Но, но, ребятки. Как оказалось, это вообще-то шлем. И это максимально удивляет. Я, конечно же, буду пытаться его забирать. Ну, как буду пытаться? Я буду его забирать. Эмоции и все это остальное не так уж и интересно, если честно. Меня именно удивил именно шлем. Ну, такое решение от разрабов я не ожидал. Посмотрите на первом уровне. Выглядит хорошо. Посмотрите. Ну, реально годно. Это шлем. Это шлем. Напомню еще раз, ребятки. Так написано внизу. Посмотрите. Хелмет. Второй уровень. Тоже шлем. И тоже выглядит хорошо. Максимально годно. Но. На третьем уровне у него даже анимация есть. Посмотрите на это. Ну, вот скажите. Нет. Реально. На вкус и цвет понятно. Товарищей нет. Но мне очень даже зашло. Очень понравилось. И я хочу себе такой шлем в коллекцию. И многие его называют, конечно же, убийца Инферно. Ну, это разные штуки. Как ни крути. Да, Инферно. Там видно лицо. Видно именно, конечно же, там повязку, маску. Неважно, что у вас есть. А тут, как бы, это полностью закрывает вашу голову. Поэтому я бы не называл его убийца. Именно Инферно. Или Изгоняющий Духов. Но то, что конкурент этим шлемам. Почему нет? Потому что что-то новое. У нас один только есть ультимейт шлем. Костлявый. И, если честно, мне он не очень нравится. А этот, это прям удивило. Да, здесь и рюкзак годный. И глайдер. Вот эти крылья вы видели. Вампирские. Да, тоже крутецкие. Хаешка. Молотов. Эмоция тоже крутая. Ауг. Это просто шедевр. Конечно же, его нужно будет забирать обязательно. И будет заменой у меня для Ауга невесты. Потому что я до сих пор с ними нагоняю. Но он прикольный. У него хороший там киллчатик. Эффект убийства. Но здесь. Здесь совсем другое, ребятки. Прямо сейчас предлагаю. Давайте мы с вами его рассмотрим детально. Каждый уровень данного Ауга. Мы его, в принципе, уже рассматривали. По скринам видели. Но вот такие вот эффекты, ребят. Это эффект убийства. Я такого еще не видел. Это тоже что-то новое. Здесь, кстати, тот самый шлем тоже участвует. Взрыв. Посмотрите на взрыв. Это именно Хаешка. Если что, вот такой вот взрыв будет. Именно если ты будешь играть с Аугом. И кинешь Хаешку. Это тоже, ну, что-то с чем-то. Как ни крути, да? Дальше у нас идет именно киллчатик. Мы его с вами, в принципе, видели. Посмотрите на эффект попадания. Когти. Когти. Я такого не видел еще. У нас всегда именно какой-то взрыв что-то такое происходит. А здесь когти просто от волка. Ну, ребят. Реально видно, что постарались над этой пушечкой. Сделали ее прям максимально сочной. Вы ее видите сами, да? Как она выглядит. И какие там эффекты. Ну, это... Это нужно забирать. По-любому нужно забирать. И я буду пытаться это делать, конечно же. А мне пушечка понравилась. Посмотрите на нее. Свечение, пламя, лава, металл. Короче, выглядит очень-очень годно. Вы просто посмотрите на эффект осмотра, да? Когда вы осматриваете пушечку. Как она выглядит. Ну, это тоже что-то с чем-то. Короче, очень крутой скин. Я его себе хочу. И я надеюсь, у меня получится его забрать. Потому что выглядит все максимально годно. Но не забываем, что у нас, ребятки, будут целых два золотых... Три золотых костюма. Но мы с вами Хонор рулетку рассматривали в предыдущем видосе. А здесь у нас именно вот эти рулеточки, которые добавляют один раз в месяц, да? И это у нас будет первым золотым костюмом. Я просто тот показал, потому что там шлем, да? Убийца. Инферно. В скобочках. А здесь у нас именно золотой костюм, с которым у нас будет еще и улучшаемый скинес на коряк. Ну и у этого костюма, конечно, тоже все хорошо. Я знаю, кому-то понравилось, кому-то нет, но разрабы придерживаются своих им на традиции. И у этого костюмчика все максимально, ну, давайте скажем так, мягко говоря, открыто. Короче, костюмчик для взрослых, мягко говоря. У него есть вот эти вот очочки, конечно же, золотые. Ну, как по мне, не очень. Он такой ободок с моноклем. Не знаю. В принципе, самим сетом смотрится ок, но отдельно забирать именно золотую вот эту вот масочку, я не вижу смысла. Если она дропнется, хорошо, нет, значит она останется в истории. Я себе такое, конечно, забирать не буду. Да и в принципе, если честно, здесь именно вся тематика сделана именно как зонт. То есть у нас и парашют, сейчас вы увидите, да? И анимация, посмотрите. Ну, Мэри Поппинс какая-то, честное слово. По-другому я не могу назвать именно этот скин. Потому что, посмотрите, анимация, вы видели, да? Посмотрите на парашютик. Ну, не парашютик, а глайдер. Снова же зонт. Ну, реально Мэри Поппинс, она так передвигалась. Кто смотрел фильм, поймет. Да и сам корячок. У него, когда эффект осмотра, там тоже зонт появляется. В принципе, сейчас вы увидите далее. Поэтому у нас вот такая вот вампир Мэри Поппинс. Рюкзачок, ну, такой себе книжка. Просто книжка и все. Ну, как бы, мне не зашло. Весюля, такая же история. Молотов, Хаешка, они, в принципе, гуд. Они у нас именно вампирская тематика. Ну, вы видите, все, да? Такая вот кровавая тематика. В принципе, выглядит неплохо. Рюкзак. Весюлька, это мимо. Головной убор, снова же, мимо. Корячок. Корячок, в принципе, я вам скажу, что неплохой, ребят. Посмотрите на него. Но снова же, может быть, только для коллекции. Я не знаю, буду ли я его качать или нет. Я гоняю вообще с милость луны. И, в принципе, максимально доволен. Эффект убийства. Ну, если честно, слабенький. Да, прикольный, как и взрыв. Но по сравнению с эффектом ауга и взрывом, там совсем другая история. Как ни крути. Килчатик мы уже с вами, в принципе, рассматривали. Эффект попадания. Вот у нас такие эффекты всегда, да? Там с когтями что-то новое. Как ни крути. Такого у нас еще не было. Да, прикольный. Вопросов нуль. Но снова же, эффект попадания. Для коряка, ну, камон. Ты стреляешь и видишь один раз эффект. Я вообще не понимаю, на снайперке добавлять эффект попадания. Ладно, там тапалки еще там. Мини, КСЛРка. Куда ни шло. Вот это для меня также остается историей. И эффект осмотра. Тот самый зонт, о котором я говорил, да? Везде у нас, короче, Мэри Поппинс рулит. Да, кстати, даже ящик. Ящик. У нас тоже в такую же тематику. Ну, а прямо сейчас мы с вами переместились на сайт, где мы с вами всегда выбираем победителя и розыгрыша. У нас здесь участников всего лишь тысяча. Ребятки, участвуйте. Просто оставьте комментарий, лайкосик и подписка. Все, максимально простые условия. Поэтому погнали. Три, два, один. Поехали. Лайк, подписка есть. А комментарий, Эвелина. Почему айдихи нет? Нужна айдиха здесь в комментариях, ребятки. Пожалуйста, не повторяйте ее ошибок. Удачи всем. Окей, идем дальше. Никогда не выиграл. О, первый победитель есть. Идем дальше. Участвую. Айдишку бы дописал, ты бы еще и выиграл, а не только участвовал. Идем дальше. Winner, winner, chicken dinner. Есть у нас второй победитель. Сорян. И ищем третьего. Третий победитель. Все, с кайфом. Ребятки, не повторяйте их ошибок. Просто лайк, подписка и айдишка обязательно в комментариях. Любой комментарий пишите, но айдишку еще оставьте обязательно. Ну и на этом, в принципе, все. Это все, что я хотел вам показать и рассказать. Надеюсь, вам видосик понравился, был полезным. Ребятки, не забывайте про розыгрыш в этом видосике. Не забывайте про прокачку аккаунта, про розыгрыш в телеге. Короче, все ссылочки есть в описании. Переходи, участвуй, все это сделано для вас. На этом все. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дим. Всем топ-1.